Ленинград и Петербург Ленинград и Петербург, он слишком красив, слишком воздействует мощно. Все время требует соответствовать, потому что он как имперская столица. И эта задача была так поставлена. Рядом представьте себе художественную промышленную академию, летний сад, русский музей, не успел пройти там через дорожку в Эрмитаж. Все настолько наполнено и насыщено историзмом, архитектурой. Но он для меня все-таки холодный, понимаете? Не знаю почему, я не написал ни одного пейзажа. Желание что-то изобразить, все начиналось там, именно в детстве. У меня старший брат Николай, приходит он из школы, открывает тетрадку в клеточку и начинает рисовать. Нарисовал горизонтальную линию, несколько вот таких, такой треугольник, и нарисовал шпалы, какая-то точка и дымок. И вдруг это превратилось в пространство и в образ, да? Вдруг на белом листе бумаги появилась живая картина. И вот это меня удивило. По сути дела из ничего. С тех пор как-то вот появилось вот это желание нарисовать, нарисовать. Вот я акварели переписывал по 10 раз. Смотришь и вспоминаешь, значит, как возникала тема. Например, вечер, гонят коров, теленка кормят из руки хлебом. Красиво, необыкновенно. И вот эти темы возникают, я их записывал. Записывал, зарисовал. У меня накопление, ну, я не знаю, несколько тысяч таких вот рисунков. Я их каждый сохранил. Я не сажусь там, скажем, чистую бумагу взял. Итак, чего начать? У меня уже есть импульс конкретный. И пошло-поехало. Воснецов на меня повлиял очень сильно. В каждой его вещи скрытый символ, который требует расшифровки. Расшифровка требует чего-то того, что ты должен что-то знать, понимать, находить какие-то взаимосвязи и смыслы. И вот это вот как-то вот будоражило меня всегда. Уже почти полтора ста лет тому назад было создано замечательное училище. Училище, которое сейчас носит имя барона Штиглица. Это школа, которая была и остается, на мой взгляд, самым мощным учебным заведением в подготовке специалистов монументального декоративно-прикладного искусства и дизайна сегодня. Когда создавалось училище, был создан учебный музей. И в этом смысл был. Музей – это отдельная программа образовательная. Музей, наполненный супер-искусством, декоративно-прикладным, которого нет нигде, кроме как в Эрмитаже. Вот эта атмосфера и среда, она отдает вот этот мощный потенциал духовный. У нас замечательно учиться, необыкновенно, здорово преподавать. Ну, родной дом. Одно представление о том, что, значит, ты учитель, преподаватель, представление, и быть им – это совершенно другое. Когда у тебя есть опыт, когда у тебя есть какие-то накопления, знания, и ты можешь это передать, то есть это остается, живет. Вот вы, студенты, все наши выпускники, которые остаются в городе, формируют эту среду. Стало быть, и уже отчасти, значит, какая-то доля там, я не знаю, в этом есть и моя. Музей.